Восемь вечера в Украине. Пора вам узнать главные новости этого дня. Помогу я, Алексей Лихман. Начинаем подробности. Мутная вода Азова. В чем СБУ обвиняет одного из руководителей милицейского батальона? Манна земельная. Зачем Кабмин поднял вопрос о распродаже миллиона гектаров? Лазейка для Лозинского. Головановский стрелок может оказаться на свободе. Полицейский без тормозов. В Николаеве поймали патрульного, устроившего смертельное ДТП. Начнем с очень громкого задержания. Сотрудники СБУ взяли главу гражданского корпуса Крым, Станислава Краснова и его подругу Оксану Шелест. Какие обвинения выдвигают активисту и как отреагировали на его арест представители батальона Азов? Обо всем расскажет Егор Логинов. Станислава Краснова и его подругу Оксану Шелест задержали в ночь субботы на воскресенье возле села Счастливое Киевской области. Как утверждают в СБУ сразу после закладки тайника. Глава гражданского корпуса Крым пытался бежать и оказал сопротивление правоохранителям. Они вынуждены были применять силу. В схроне обнаружили целый арсенал взрывчатых веществ. Было вылечено пластиковую вибуховку в тротиловом эквиваленте приблизно 42 кг. Это, чтобы вы понимали, за обсягом руинной деятельности 7 противотанковых мин. Также было вылечено 5 корпусов боевых гранат, 6 накольных механизмов доминных подрывочков, а также 10 детонаторов. Также СБУ продемонстрировало видео с регистратора Краснова, снятое после посещения одного из тайников. Информация о задержании Краснова появилась в соцсетях в воскресенье. Вечером того же дня представители Азова пришли к зданию СБУ с требованием разъяснить мотивы ареста их побратима. А ночью к пикету присоединились нардеп Андрей Белецкий и мать задержанной Оксаны Шелест Мария. В СБУ подтвердили, Краснову выдвинуто подозрение в незаконном обращении с оружием, а Оксане Шелест в соучастии в преступлении. Кроме того, у правоохранителей есть оперативная информация о том, что глава гражданского корпуса Крым уже два года сотрудничает с ФСБ. Приготовка убийства одного из активистов, которые сейчас перебывают в Херсонской области на административном кордоне с административной республикой Крым. Меру пресечения Станиславу Краснову изберут завтра в Шевченковском суде. Заседание назначено на 9 утра. Игорь Логинов, Ольга Рыцарь, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер. Свободой скоро может насладиться Виктор Лозинский, хотя Головановский стрелок не отсидел еще и половины срока. На чем же пытаются выехать адвокаты охотника на людей, выясняла Ирина Баглай. Лето 2009-го. Скандальное дело нардепа Виктора Лозинского. Тогда его любимое хобби – охота – закончилась трагедией. Лозинский убил местного жителя Валерия Олейника. Подался в бега, ГПУ возбудило уголовное дело, депутаты лишили неприкосновенности, а дальше арест, следствие, суды. В СИЗУ Лозинский провел 2 года и 2 месяца. Приговор – 15 лет за убийство. Первый раз сократили срок в 2014-м. Выше специализированный суд по гражданским уголовным делам урезал его до 10 лет. Теперь Лозинский вовсе может оказаться на свободе. Освободить за хорошее поведение и труд решил суд, удовлетворив ходатайство адвокатов. Постановление опубликовал на своей странице в Фейсбуке экс-глава пенитенциарной службы. Там есть вопросы по поводу правомерности объявления поощрения этому осужденному, который якобы где-то работал. Если осужденный не говорит о том, что да, я осознал, я виноват, я больше так не буду, то тогда можно к нему применять досрочное освобождение. А насколько я знаю, осужденный вроде бы и не признает свою вину. Освобождение Лозинского вполне ожидаемо и после вступления в силу так называемого закона Савченко, объясняет Сергей Старенький. В ГПУ подсчитали, по новому закону Лозинский действительно отсидел больше половины срока. Но вопросы к характеристике осужденного есть, поэтому готовят апелляцию. Мои коллеги-прокуроры на сегодня подготовили проект апелляционной скарги на вказанное решение. И сегодня-завтра на оперативных нарадах будет принято решение о поддании апелляции. Предупредить подобные истории могли нардепы, если бы внесли поправку в закон до вступления его в силу. И поправки были разработаны. Что люди, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, не имеют права воспользоваться этим законом. То есть все те, у кого срок нахождения в местах не столь отдаленных менее 10 лет, и которые не подпадают в эти параметры, конечно же могут. Адвокаты Лозинского общаться с нами не о признании вины их подзащитного, ни о новых законодательных нормах не захотели. Ирина Баглая, Роман Бачкала. Подробности телеканал Интер. Следствие по делам Майдана 1 марта не остановится. Об этом заявили в Генеральной прокуратуре. По словам прокурора Владислава Куценко, пока не создано Государственное бюро расследований, дела никуда передавать не будут. Это позволяет Конституция Украины. Однако полноценно расследование вестись тоже не может. С 1 марта, напомнив, в соответствии с новым законом, эти дела должны передать в Государственное бюро расследований. Но его штат пока не сформирован. То есть следствие вести попросту некому. Тогда как следователи Генпрокуратуры, по сути, свои полномочия теряют. Кабмин сегодня наконец-то создал это Государственное бюро расследований и утвердил даже 6 из 9 членов конкурсной комиссии. Для этого премьер созвал внеочередное заседание правительства. Добро получили кандидатуры от Кабмина и президента. Уже завтра комиссия должна начать избирать руководство бюро. Но здесь по-прежнему ждут претендентов от парламента. Также Рада, по словам премьера, должна отсрочить действия принятого закона, чтобы дела оставались в прокуратуре, пока бюро не приступит к работе. Украинскую землю с молотка. Да, премьер хочет продать на аукционе миллион гектаров государственного чернозема. Это немало. По размерам, ну, почти как Закарпатская область. Зачем продавать стратегический ресурс государства и на что могут пойти эти деньги, Арсений Ценюк толком не объяснил. Треба продолжать земельную реформу. Вважаю, что необходимо продать на открытом, прозором аукционе один миллион гектаров, саме державной земли, яка сегодня находится в теневом и коррумпованном обороте. Инициативу Яценюка о продаже земли раскритиковали в Батькивщине. Юлия Тимошенко назвала премьера не профессионалом, а его готовность, здесь я процитирую, отдать за бесценок стратегические интересы страны примитивным подходом. Цена украинских земель, по словам Тимошенко, занижена в десятки раз по сравнению с рыночной стоимостью в Евросоюзе. В полициле заявили, не позволят из украинской земли сделать дешевый товар. Акцию по распродаже земель раскритиковали и политологи, и вот их мнение. Бюджетных пирожных не бывает. Не может один человек решать вопрос, который касается судеб миллионов. Давайте вынесем этот вопрос на референдум о купле и продаже земли. Дуже невдалий и невчасный пиар премьера, который сегодня за любую цену хочет держаться на своей посаде. Эти деньги должны идти на то, чтобы заменить транш международного валютного фонда, который откладывается. То есть эти деньги должны идти на латание бюджетных дир. Такая приватизация, такие акции нам не нужны. Продать землю легко, но чтобы тогда и не продали страну вместе с землей. В Николаеве расследуют ДТП со смертельным исходом, который устроил полицейский. Накануне тот на личном авто гонял по центральному проспекту города, врезался в микроавтобус, в результате погибли 4 человека. В каком состоянии виновный гонял по улицам и что ему теперь грозит, все подробности выяснял Кирилл Ющишин. ДТП произошло в воскресенье рано утром на центральном проспекте Николаева. На БМВ из ночного клуба возвращались двое друзей, бывшие милиционеры и девушки, их новые знакомые. За рулем был старший лейтенант полиции Валерий Агаджанов. По словам очевидцев, ехал очень быстро. На сложном участке дороги с изгибом и подъемом машину занесло. Она врезалась в припаркованную газель. Выжил только водитель. На сегодняшний день его состояние, думаю, ближе к удовлетворительному. Ушиб грудной клетки и при поступлении была закрыта травма живота. Пассажиры, двое мужчин и две девушки от удара вылетели на дорогу. Погибли на месте. По предварительным данным водитель иномарки был трезвый. В крови не обнаружили ни алкоголя, ни наркотиков. Пока Валерий Агаджанов отказывается сотрудничать со следствием. Водитель БМВ Валерий Агаджанов служит командиром взвода батальона полиции охраны. Это бывшая госслужба охраны. Сегодня следователь объявил ему о подозрении. За ДТП с летальным исходом полицейскому грозит до 10 лет тюрьмы. А к месту аварии вчера и сегодня знакомые и родные погибших несут цветы. Девушки, оказавшиеся в той машине, были иногородними студентками местного вуза. Кирилл Ющишин, Богдан Иванов. Подробности телеканал Интер. Николаев. Спустить деньги в унитаз пыталась сотрудница таможни во Львовском аэропорту. Таким образом, хотела избавиться от взятки. Сколько и за что брала? И чем все закончилось? Подробнее расскажет Кристина Гошенко. Международный аэропорт Львов. Новый терминал. На записи камер наблюдения видно, как женщина бежит по коридору, а через несколько секунд вслед за ней двое мужчин. Военный прокурор рассказывает, догоняли сотрудницу таможни аэропорта. По их словам, женщина пыталась слить унитаз 300 долларов взятки. Не успела. Самый момент, когда работники службы безопасности и фискальной службы зашли на территорию аэропорта Львов, вказанная гражданка с методом уникновения ответственности начала втекать от работников правоохранных органов, но была затримана. Предмет хабаря также был вылечен. Задержанная, а это старший инспектор таможни, грозит 10 лет тюрьмы. Известно за взятку, она обещала закрыть глаза на стоимость возъемного товара и пропустить его без таможенного взноса. На въезд в Украину идет обмежение 1000 евро. Все, что больше, человек должен задекларировать и, соответственно, сплатить митные платежи. Для того, чтобы это не делать, митники, вот говорила, нужно нам заплатить стикеты, и вы можете быть свободны. И это не единственный подобный факт во Львовском аэропорту. За три месяца правоохранители насчитали 68 случаев на общую сумму 10 тысяч долларов. На фоне скандала со взятками Министерство инфраструктуры назначило нового директора аэропорта. Татьяна Романовская уверяет, будет бороться с поборами. Но как, не уточняет. Митница запрямовывает себя, а все фактически лягает нам на плечи. И поэтому мы будем очень серьезно с этим бороться. Будем ставить вопросы на высшем уровне до их руководства и нашего руководства. Впрочем, падки на взятки не только таможенники, но и пограничники. Как сообщили в прокуратуре западного региона, сотрудники закарпатской погранслужбы брали не только для себя, но и для высшего руководства. Более того, все свои левые доходы записывали в специальный блокнот, на чем и погорели. Кристина Гошенко, Юрий Голубенко. Подробности. Телеканал Интер. Львов. Взяточный вопрос спровоцировал настоящие прокурорские войны в генпрокуратуре. В ведомстве обвинили замглавы Давида Сакварелидзе во лжи о взятке. Речь идет о 10 миллионах долларов, которые якобы предлагали чиновнику. Сакварелидзе дважды обещал назвать фамилию того, кто решил его подкупить, но даже следователям не признался. В ГПУ сегодня рассекретили протокол его допроса, но и там фамилии коррупционера не оказалось. Был лишь рассказ о саде, в котором якобы прогуливался Сакварелидзе. Но на видео с камер наблюдения, говорят в ГПУ, ни Сакварелидзе, ни человека, якобы пытавшегося его подкупить в тот день, они так и не заметили. Перезагрузка правительства сейчас является ответственностью парламента и парламентской коалиции. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время встречи с представителями Аспен-Института. Глава государства отметил, что именно коалиция должна определиться с кандидатурами в Кабмин. Петр Порошенко, правительства и парламентской коалиции, которая должна быть в конце концов, которая должна быть визначитесь и визначитесь. И что до кандидатуры в Кабмин. Министров и керевников Аурея. И что до программы и порядка реформ, которые должны быть проведены. Единственное, что я могу наголосить, что ни в каком случае я не могу допустить и не допущу до строковых парламентских выборов на этом этапе. А Раду будут учить работать в Брюсселе. Там стартовала украинская неделя. Три дня наши депутаты планируют общаться с европейскими коллегами и учиться, как строить гражданское общество. Будут говорить и о реформировании Верховной Рады и депутатской этике. Какое расписание занятий и с каким настроением туда приехали, продолжит София Гордиенко. Редкий случай, украинская делегация приехала вовремя. Самый первый дипломат со стажем Григорий Немыря. За ним подтянулись главы фракции, комитетов и спикер Владимир Гройсман. С каким настроением вы приехали? С Бадьором. С Бадьором? С Бадьором. Головне не с каким настроением приехали, а с тем, с каким настроением поедем. Когда нет трибун и минимум камер, они расслаблены и веселы. Даже вчерашние оппоненты обнимаются. Так, зафиксуйте, что Народный фронт с самопомощью обнимается. И пытаются преодолеть политические разногласия. А еще строят общую стратегию. Поприветствовать украинских коллег приехал, несмотря на больничный европарламентарий Марк Демесмакер. Это самое дорогое такси в Европарламенте. Он, как и Петрос Аустревичус, один из активистов группы друзей Украины в Европарламенте. И болеют за нас. Я думаю, что страна требует, и национальный интерес требует, что некоторые политические амбиции были бы чуть-чуть снижены. И чтобы все думали в национальном масштабе. Вот это может спасти Украину. Первая лекция от ирландца Пета Кокса, бывшего президента Европарламента. Год назад он взялся изучать нашу Раду. Ездил в Украину и определил 10 вещей, которые надо поменять. От аппарата до дисциплины. Как бывший журналист не жалел метафор и эпитетов. У вас порой все дебаты на камеру, даже проходящие. А когда есть камера, тут начинается Голливуд. И все бьются за Оскар. А дисциплина? Но если есть проблема, вводите санкции. Поставьте по периметру специальных охранников. Депутаты слушали, даже конспектировали, хотя некоторые не удержались от Фейсбука. После лекции даже старожилы парламента соглашаются. Менять систему надо. Действительно, нам надо учиться как-то культуре парламентаризма. Потому что у нас некоторые фракции по любому поводу выходят в трибуне, блокируют. И потом заставляют тем самым парламент принимать незаконные решения. Как это было в случае с Крым-Рогом, с неочередными выборами. Что наблюдала вся страна. Вообще, говорить в эти дни будут много о чем. И о формировании бюджета страны, и о депутатской этике, и о прозрачности трат наших народных избранников. Главное, на что надеются в Брюсселе, что после дискуссий и лекций сердца украинских депутатов потребуют перемен. Главное, чего хотят украинские депутаты, это потребовать от Европы еще раз безвизовый режим. Но здесь, в Брюсселе, давно дали понять. Второе напрямую зависит от первого. София Гордиенко, Василий Тружковский. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Брюссель. Боевики на Востоке заметно активизировались. За прошедшую неделю совместная комиссия по прекращению огня насчитала более 600 обстрелов из минометов по нашим позициям. Сегодня и снова из крупнокалиберных минометов ударили по Авдеевке и Зайцеву. Что происходит на передовой и в тылу, далее материал Геннадия Вивденко. Воин на крыше. Пока на передовой тишина. Здесь это бывает нечасто. Внизу котел с кипятком и топором. Сначала все выглядит реалистично, но объясняется просто. Есть время подогреть воду для бани. Плюс вот так починить топор. А еще поймать мобильный сигнал. Он здесь ловится только так. Мы в интернете сегодня. И новости считаем. Бойцы утверждают, здесь уже не первый день опасно. На Зайцево, где шли тяжелые бои на минувшей неделе, боевики вновь накрыли крупнокалиберными минами. Самое интересное, что накрывают арту именно поселок. Там, где гражданские. Вернее, остатки от гражданских. Может, они думают, что мы там живем. Но не знаю. Вот они лупят по домам. А копы накопали нам помогает. Раз, присел. В 20 километрах от передовой в поселке Зайцево раздают гуманитарную помощь тем, кто покинул свои дома на оккупированных территориях. Аграрии Запада Украины раздали подарки и скромно уехали домой. Ячменная крупа, пшеничная, мука. Там еще есть сахар. Это все подарки из Тернопольской области для города Часов Яр. Для переселенцев захваченных территорий Донецкой и Луганской областей. Помощь для почти 200 человек. В общем, полторы тонны продуктов. Это многодетные, которые действительно нуждаются в дополнительной помощи. Это переселенцы, которые тоже живут у нас временно. И им тяжело прожить. Кто-то получает пособие, кто-то не получает. Им крайне необходима гуманитарная помощь. Переселенцам любой категории. А часовой ярцам, многодетным, одиноким мамам, инвалидам, малообеспеченным. По столь килограммам руки? Ну, по одному килограмму. Всего, всех продуктов. Очень необходимо. Люди остались без жилья, работы, собственного дома. Лишней тряпки нет. Спасибо, что помогаете нам. Переселенцы из Дебальцево, Донецка, Янакиева, остальных захваченных городов Донецкой и Луганской областей. Украинские военные, организовавшие все это, помогают фасовать продукты. Разруха начинается не с туалета, а в головах. Поэтому, если люди понимают, ощущают помощь другой части Украины, никакая пропаганда не действует. Несколько дней назад сюда привозили детскую одежду. Доставку организовали тоже люди западной Украины из Ривны. Мы все одинаковые. Конечно, все одинаковые. Геннадий Вивденко, Владлен Ноль, Василий Сачук. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Противоречивые сообщения приходят из Сирии. По одним данным, там перемирие. По другим идут ожесточенные бои. Сторон конфликта все больше, но конца ему по-прежнему не видно. Подробнее о ситуации Сергей Ауслендер. Сообщение из Сирии. Одно тревожнее другого. Из провинций, граничащих с Турцией, приходят свидетельства. Турецкая армия наносит мощные артиллерийские удары по позициям курдского ополчения. Периодически через границу в сторону Сирии переходят отряды командо, с какими целями остается только догадываться. Узел, который завязывается вокруг гражданской войны в этой стране, становится все запутаннее. С каждым месяцем там все больше участников. Одни принимают участие непосредственно в войне, другие снабжают стороны оружием и боеприпасами. Но постепенно в боевые действия втягиваются и те, и другие. Израиль пока хранит нейтралитет в сирийском вопросе, но лишь до определенных границ. Мы за то, чтобы эта бойня была остановлена. Но любая договоренность должна включать прекращение враждебной по отношению к Израилю деятельности, особенно той, которую ведет Иран с территории Сирии. Мы не согласны с поставками оружия террористам, и мы не позволим открывать второй террористический фронт против нас. Сейчас, вероятно, наступил важнейший момент. В кампании идет битва за город Алеппо. Это фактическая столица оппозиции, ключевой пункт в снабжении ее отрядов. Поначалу войскам Асада при помощи российских ВВС удалось отбросить повстанцев к окраинам города. В тыл им ударили отряды курдского ополчения. Казалось, что судьба города, да и, собственно, и судьба всей войны решена. Падение Алеппо означало бы фактическую победу Асада в гражданской войне. Видимо, поэтому Турция и Саудовская Аравия решили немедленно вмешаться в конфликт. Саудовская авиация уже сейчас размещена на турецкой авиабазе Инчерлык. Турки угрожают буквально чуть ли не каждые несколько часов, что они введут свои наземные силы в Сирию. Если Саудовско-Турецкий альянс вместе с сирийской оппозицией начнет воевать против России и Ирана, возможно, что это может быть начало для той самой Третьей мировой войны. Пока повстанцам удается удерживать Алеппо, наступление сирийской армии явно забуксовало, несмотря даже на массированные бомбардировки, которые в ее интересах проводят российские ВВС. Кроме того, отряды ИГИЛ нанесли удар в тыл наступающим. Ситуация вокруг Алеппо пока остается не очень ясной. Приходят противоречивые сообщения, например, о том, что в результате удара ИГИЛ в окружение попали в том числе и российские военные. Перемирие, которое якобы начало действовать с 27 февраля, фактически не работает. Все стороны конфликта обвиняют друг друга в многочисленных нарушениях. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Леденящая кровь история произошла сегодня в Москве. Там, возле одной станции метро, была задержана женщина с головой ребенка в руках. Задержанная с криками Аллах Акбар угрожала себя подорвать. В итоге оказалось, что 39-летняя уроженка Узбекистана была няней 4-летней девочки. В семье она работала уже 3 года и, по словам родителей, погибшей малышки вела себя вполне адекватно. Но вот сегодня утром, дождавшись, когда семья покинет квартиру, женщина, по версии полиции, убила и обезглавила ребенка. После чего подожгла квартиру. Возле станции метро она находилась целый час, прежде чем ее задержали сотрудники правоохранительных органов. Кстати, взрывчатки у женщины не обнаружили. Третья волна техногенной катастрофы в российской Воркуте. Сегодня ночью, а затем днем в шахте Северная прогремели новые взрывы. Сколько человек погибли и кого власти уже успели обвинить в случившемся, Данил Русаков расскажет. Пострадавших больше не ищут в Иркутинскую шахту Северная, где под завалами находятся, возможно, еще живые горники, отправляют на консервацию. Кислород из подземного резервуара собираются выкачать и вместо него залить жидкий азот. Сегодня в республике Коми масштабные похороны. Состоялась панихида по погибшим шахтерам. А в ночь на понедельник там произошел очередной взрыв по силе превосходящей предыдущие. Четвертый по счету. Сообщается, что после него сразу же возник пожар и продолжался вплоть до сегодняшнего дня. По официальным сводкам в тот момент в забое людей не было. А накануне в списке жертв увеличились. В основном это шахтеры, проводившие спасательные работы. Шестеро человек погибли, еще одиннадцать получили травмы. Таким образом, общее количество жертв трех взрывов, 36 горняков и сотрудников МЧС. Расследование причин цепочки катастроф только началось. Первоначально говорили о природных причинах произошедшего. Но уже сегодня появилась версия человеческий фактор. Данил Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканала Интер. В Харькове попрощались с Юрием Дементом. Бизнесмена, ближайшего соратника Геннадия Кернеса, похоронили рядом с местом его убийства. Возле могилы матери. Кто убил и за что, пока не ясно. Следователи хранят молчание. Почему узнавала Лидия Калинина? На похороны Юрия Демента съехался весь харьковский бомонд. Чиновники мэрии, чуть ли не в полном составе, нардепы Михаил Добкин, Дмитрий Шенцев и Дмитрий Святыш. Всего несколько сотен человек. Снимать церемонию прощания журналистам не разрешили. Охрана сослалась на то, что родственники против. Единственный, кто на панихиде произнес речь, был Геннадий Кернес. Он выглядел очень подавленным. Сказал друга, расстреляли в упор. Но версии о том, кто это мог сделать, озвучивать не стал. Ничем уже, ни противозаконным не занимался. Какие придурки вообще решили. Просто сволочи. После прощания Ребе прочитал молитву и по еврейской традиции порвал на убитом одежду. Похоронили Демента рядом с матерью. Именно возле ее могилы его расстреляли в пятницу. Кому было выгодно это убийство до сих пор вопрос. Следствие все еще не озвучивает никаких официальных версий. И даже не комментирует то, что стало известно журналистам из своих источников. Например, что расстреляли Демента из автомата, который бросили на месте преступления. Кроме того, что подтверждается квалификация этого злочина, то есть статья 115, часть 1, умысленное убийство, я ничего больше подтвердить не могу. Та информация, которая гуляет в ЗМИ, относительно каких-то версий, каких-то накидок, я тоже не могу подтвердить или спростовать. Многие эксперты сходятся на том, что это убийство предупреждение Кернесу. Но сам мэр каких-либо предположений строить не стал. А чтобы журналисты не задавали неудобных вопросов, на выезде с кладбища городоначальника ограждал целый кордон охраны. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьков. И это еще не все новости дня. Вот что узнаете из второй части подробностей. Чёрные лесорубы. В Черниговской области массово уничтожают вековые дубы. Голодная перемена. Ужгородская ПТУ устроила акцию протеста. Киловатты по весне считают. Насколько разорительными будут новые тарифы на электроэнергию. Весна идет, новые цены несет. В стране очередное подорожание. С завтрашнего дня на 25% вырастет цена на электричество. Минимальный тариф, это до 100 киловатт, теперь составит 57 копеек. Если вы используете в месяц от 100 до 600 киловатт, платить придется по 99 копеек за каждой. И свыше 600 гривню 56. Эти тарифы будут действовать полгода. А с 1 сентября нас ждет следующее подорожание. Напомню, график повышения цен на электричество Нацкомиссия, регулирующая сферу энергетики и коммунальных услуг, утвердила год назад. Рассчитан он до 2017 года. Но было бы чем платить за новые тарифы. Госслужба статистики промониторила реальную зарплату в Украине. И оказалось, что за год она похудела на 13%. Отдельно анализировали среднюю зарплату штатных работников бюджетных предприятий. И вот если в декабре она составляла свыше 5000 гривен, то в январе стало ниже на 17%. Около 4,5 тысяч. За год же зарплаты выросли разве что у жителей Киева, Киевской, Одесской, Львовской и некоторых других областей. Один из примеров столицы в прошлом месяце. Самая высокая зарплата у госслужащих составила чуть более 7 тысяч гривен. Невыплаченные зарплаты, перекрытая трасса. Преподаватели и студенты мукачевских ПТУ вышли на голодный бунт. На Закарпатии они опять заблокировали трассу Киев-ЧОП. С какими требованиями пришли еще узнавали наши корреспонденты. Три пешеходных перехода на выезде из Мукачева разделили между собой преподаватели и студенты трех профтехучилищ. Ровно столько их в городе. Ходят по переходу, блокируя движение машин на международной трассе Киев-ЧОП. Говорят, на дорогу их выгнала нужда. Второй месяц учителя без зарплаты, учащиеся без стипендии. Не оплачиваются и коммунальные услуги. Центр профтехобразования на прошлой неделе отключили от газа. Руководители боятся, что отключат свет. Тогда сорвется учебный процесс. Финансовые проблемы возникли в начале этого года, когда финансирование ПТУ переложили на городской бюджет. В Мукачевской мэрии, говорят, без господдержки не смогут содержать ПТУ, где учатся в основном приезжие из сел. Согласно Конституции Украины, все вытраты органов местного самовредования, которые возникли в результате решений органов центральной влады, компенсируются государством. Это прямая норма Конституции. Верховная Рада в начале февраля приняла новый закон, по которому содержание ПТУ будет датироваться из госбюджета. Но документ не вступил в силу, поскольку министр финансов потребовала наложить вето. Закарпатский губернатор считает, Мукачевская мэрия обязана профинансировать местные профтехучилища и даже подал в суд на горсовет. В государственном бюджете Украины четко прописали, что места областного подпорядкувания сами финансуют профтехучилища. Ужгородский мэрия обязана, Хусь мэрия обязана, Береговский мэрия обязана, Мукачевская мэрия обязана не финансирует. Сегодня трассу Киевчоп заблокировали на час, но пикетчики обещают, если им не выплатят зарплату и стипендии до среды, снова выйдут на дорогу. Ирина Исеченко, Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности, телеканал Интер, Закарпатская область. Дело ривненского стрелка передали в суд. Больше года назад высокий чин в погонах открыл стрельбу на трассе в Ривненской области и ранил двоих человек. После этого долго скрывался от следствия. Почему бывшего милиционера тогда так и не взяли под стражу и где он сейчас, все выясняла Инна Белецкая. Его служба и опасна и трудна, а главное очень секретна. Вероятно поэтому, устроив полтора года назад стрельбу на трассе тяжело ранив двоих человек, Михаил Бузинарский сбежал из больницы и скрывался от правоохранителей. Но на суд явился. Своё поведение объяснил тем, что работает замруководителя управления спецопераций МВД и выполняет секретные задания. Суд отпустил его под домашний арест, а после и вовсе под личные обязательства. Побывав в зоне АТО всего три дня, Бузинарский, как участник боевых действий, получил участок в городе Ривна и спокойно жил всё это время. Пока прокуратура наконец не передала дело в суд. Бывший чиновник от МВД опять пропал. Ни следовщий, ни суд так и не смогли установить место находления этой особи и его адвоката. Вот здесь живёт Бузинарский за забором, переделанный под квартиру магазин в жилом многоквартирном доме. Нам никто так и не открыл во дворе две машины. Соседи говорят, Бузинарского давно не видели. А хотели бы, бывший чиновник от МВД перекрыл им доступ к комуникациям. Кто дал разрешение приватизировать участок под многоквартирным домом, а мэр Сдолбунова ответить не может. Говорит, не помнит. Я вам толково начали скажу. Что же я без документов вам зараз наговору? Это было роки, два, три назад, четыре. Треба готовиться. Как это произошло, смутно помнит и специалист по земельным вопросам. Но квартиру Бузинарского почему-то называют отдельно стоящей постройкой. У него как бы окраина стоящая будильня. Ну не знаю, чем-то скерувались, но и коронаводорешение. А пока в мэрии вспоминают, чем руководствовались, давая разрешение. Соседи ищут бывшего чиновника МВД, чтобы добраться до канализации. Прокуратура, чтобы уведомить. Дело о стрельбе уже в суде. В то же время, по нашим данным, Бузинарского видели гуляющим в центре города. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Ревнынская область. Строительный бунт. Киевские застройщики жалуются на рекетиров, которые блокируют площадки и попросту не дают им работать. Завтра строители планируют выйти с пикетом Киевской гороадминистрации. Разбирались в конфликте наши журналисты. Одно из любимых занятий девятилетнего Артема строит дома в компьютерных играх. Его отец делает это в жизни каждый день. Вернее, делал, поскольку вот уже два месяца Игорь не ходит на работу. Его фирма вынуждена простаивать, поскольку все работы на участке заблокированы. Их остановили протестующие, которые считают, что это строительство незаконно. Фирма Игоря предоставила все документы, но тщетно. К людям, да, в принципе, не относятся агрессивно, но особенно поначалу. Разовые заезды такие побили-погромили каждый день. Были же такие, что полностью и ночуют, и пикетируют так называемые активисты. Забрать свою технику со стройплощадки невозможно. Блокируется, вся техника остается на площадке. Ее никто не выпускает, не отдают ничего. Начинают страдать обычные люди, и стройка закрылась, работы нет. То есть автоматом людей некуда сидят дома или где они сидят, потому что работать им не могут. Олег просит не показывать свое лицо и не называть настоящее имя. Он тот, кто непосредственно участвует в блокировании якобы незаконных строительств. Называет это просто рэкет. Профессионально, дорого, за деньги. Просто походить по переходу, это 200 гривен в день. Если я беру на себя дополнительную нагрузку или в ночную смену дежурят, чтобы строитель не завез миксер с цементом, это 500 рублей. Если я там еще могу где-то что-то выступить, где-то поговорить, это до 1000 гривен. Олег говорит, незаконно можно объявить любую стройку. Главное, как он выражается, пустить волну. Вот видео, записанное прошлым летом. Ребята в балаклавах, борцы с незаконным строительством. А на самом деле проплаченные псевдоактивисты. Они разучивают свои роли, как по нотам для картинки на экране. Где милиция? Начинаются массовые протесты типа местных жителей. Перекрываются дороги, не дается ходу ни технике, ни людям. Какое-то время проходит, заходит человек к руководителям вот этой стройки и говорит, вот цена вопроса, ну там 200 тысяч долларов, 500, миллион может быть, не важно. И говорит, вот у вас есть, я знаю, у вас есть такая проблема, мы можем эту проблему решить. Подобных заблокированных стройок на территории столицы и в пригороде уже около 30. Одна из них в Голосеевском районе. Заказчик строит 3200 квартир. Из них 10% идет участникам АТО. Но и там блокада. Защищают Голосеевский парк. Там, где стройка была, там никакого парка нет. Там были раньше складские помещения и базы. Приезжает даже полиция, составляет протоколы, смотрит все документы. Стройка законная. Составляет протоколы и уезжает. Строители возмущены тем, что городские власти ничего не делают для того, чтобы оградить их от псевдоактивистов, протестующих на их строплощадках. И сами завтра собираются протестовать возле Киевской городадминистрации. Ирина Москаленко, Леонид Аборин. Подробности, телеканал Интер. В Черниговской области массово вырубают дубы. Работают, судя по всему, профессионалы. Ведь уничтожают они только те деревья, которым более 50 лет, а они на черном рынке ценятся особо. Кто стоит за вырубкой леса, выясняли наши корреспонденты. Такие дубы повалить ради наживы. Причем взять себе 10% и 90% просто кинуть на поле. Свежие пни на месте огромных дубов. Недавно обнаружили жители села Александровка в лесополосе. Засаживали ее 50 лет назад, чтобы защищала поля от ветра и снега. Почти все полувековые деревья вырубили за день. Я никогда не поверю, что это сделал один или двое односельчане, какие селяны сделали. Это бригада работала злодиев. Если бы двое людей полявали, они полявали тут 10 дней. А это было сделано за день, за два. Было организовано, взяла доловая древесина, вывезено. Сегодня деньги очень дорого, это все понимают. Тут они взяли себе на 10-15 тысяч долларов. Вырубку обнаружил местный агроном, объезжая поля с рабством. И сообщил в полицию. Говорит, везде следы тяжелой техники. В глубине лесополосы поваленные дубы. Действует банда. Их прикрывает кто-то. И естественно, люди боятся, что дуб этот стоит больших денег. Местные жители тоже уверены, банду, вырубившую дубы, крышуют чиновники. Не про дрова, мова, а с метою наживы. Так что думаю, что без какого-то прикрытия, возможно, и не наважився кто-то это сделать. В районной полиции отчитались. Срубленные дубы, возможно, уже нашли на одной из пилорам. Их с поддельными документами, якобы из лесничества соседнего района, привезли двое мужчин. Выручены транспортные засобы под час обшуков. Это трактор и причем до него. Трактор МТЗ-30. Также у нас выручено в ходе обшуков бензопилу. Все это направлено, речи, которые были выручены, направлены на экспертизы. Теперь местные жители и правоохранители ждут результатов экспертизы. Действительно ли это те самые Александровские дубы? Правда, за каждое срубленное дерево экологи могут всего лишь взыскать штраф с нарушителей. Чуть более двух тысяч гривен. Дерев ничейных нет. Это земля запаса. Это райадминистрация, это областная администрация, это районно-державная администрация. И вопрос стоит не только про дубы, а вопрос стоит про вырезку дубы. А про вырезку всех насаджений, которые существуют. В области открыто более 20 уголовных дел по незаконной вырубке лесов. Ни одно пока не довели до суда. Катерина Марченко, Наталья Тегнирядной, Сергей Будько. Подробности телеканал Интер, Черниговская область. Новости с мариупольского направления. Жарче всего сейчас под Марьинкой, Красногоровкой, вблизи Коминтерного. Активизировался противник, и в районе поселка Чермалык со вчерашнего вечера там не утихают бои. Подробнее расскажет Станислав Кухарчук. Со вчерашнего вечера на позициях вблизи Чермалыка не утихает канонада. Буквально за полчаса до нашего прихода на этом опорном пункте закончился бой. Зараз снайперы 12,7. Такие редкие винтовки, допустим, элитные винтовки. Просто у людей не будет таких винтовок. Так же спецы поприезжали на охоту и окажут. Последний месяц на этих позициях было относительно спокойно, говорят бойцы. Противник активизировался только с конца прошлой недели. В ход преимущественно шло стрелковое оружие. А вот со вчерашнего дня в наших военных полетели мины 120-го калибра. Практически по позициям работали. То есть довольно-таки прицельный велосипед и плотный. 3-4 выхода работало. Такое ощущение, что было сразу где-то 3 или 4 миномета. Работало. Активизация обстрелов связана с недавней ротацией боевиков. Скорее всего, говорят военные, противник получил подкрепление. Это подразделения, которые недавно вышли из Широкина. Да они вообще сюда подходят, допустим, на 300-400 метров. Слышу, как перещелкается. Затвор. И вот они валят. Вообще-то, говорили, боевики потянулись. Ну вот насколько я слышал. А что Широкина, а проехали сюда. Едва мы успеваем договорить, как бой снова начинается. Противник подошел к позициям слишком близко. В нашу сторону летят пули, гранаты с автоматического гранатомета и даже мины. Ты его видишь, пришел? Вижу. Это явная угроза для бойцов. Поэтому командир опорного пункта принимает решение. Открыть ответный огонь. Сейчас же хорошо, только что прессовали. Потому что есть разрешение. Но только когда уже совсем ситуация постарена. Но вы же видите, вот сейчас идет именно стрелковый бой. Короткий. То есть тут же ни день еще. Работа непосредственно. Когда-то поприбегали все. Отдышиваются. Бойприпасы. Давай, забирай. Берем сразу. Расслабиться не дают два вражеских снайпера. Они засели всего в двухстах метрах от наших позиций. Вот казалось бы затихло. Но через пять минут бой снова начался. Боевики не успокаиваются. Это был выход с АГС. Сейчас граната где-то здесь должна разорваться. Снайпер работает. Наши ребята работают спокойно, четко и слаженно. Но успокоить боевиков удается лишь огнем из гранатометов. Этот бой длился почти два часа. К счастью, никто из наших ребят не пострадал. Сами военные признаются. Такого интенсивного огня здесь уже давно не было. И похоже, что успокаиваться под чермалыком. Боевики не собираются. Станислав Кухачук, Вадим Ревун, Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. Донецкая область. Беспорядки во французском Кале. Там сегодня приступили к сносу части лагеря для беженцев. Так называемые джунгли должны покинуть 3000 человек. Мигранты встретили полицию булыжниками. Та в ответ применила водометы и слезоточивый газ. Серьезное столкновение и на границе Греции с Македонией. Что там происходит? И собирается ли Ангела Меркель остановить прием беженцев? Расскажет Татьяна Лагунова. Канцлер и миграционный кризис. Мы действительно справимся. Фрау Меркель. Воскресный вечер с Ангелой Меркель. Канцлер, единственная гостья популярного политического шоу. На главный вопрос программы отвечает без раздумий. Мы справимся. Я в этом твердо уверена. Час эфира, десятки вопросов и один главный посыл. Германия не будет менять свою миграционную политику. Плана Б у Меркель нет. Она готова и дальше помогать беженцам, которые нуждаются в помощи. Не собирается вводить граничные квоты на прием мигрантов. И надеется, что и другие страны Евросоюза одумаются и проявят солидарность. Если мы полностью закроем границы, нам придется построить забор на границе, длина которой свыше 3000 километров. Мы уже видели на примере Венгрии, что бывает, когда строят забор. Люди начинают искать способы его обойти. Нельзя просто так взять и остановить прием мигрантов. Не остановить, но ограничить, например, за счет быстрой процедуры депортации тех, кто не имеет шансов получить убежище. И еще одно миграционное нововведение. Германия больше не будет признавать иракские и сирийские паспорта, которые были выданы на территории под контрольный ИГИЛ. Это решение Министерства внутренних дел страны. Немецкие силовики в курсе, что боевики ИГИЛ при захвате административных зданий получили доступ к бланкам и оборудованию для изготовления паспортов. Установить настоящий документ или фальшивка практически невозможно. Тем временем беженцы продолжают прорываться в Германию и другие страны Западной Европы. Самая напряженная ситуация сейчас на границе Греции и Македонии. После того, как македонские власти ужесточили контроль и ограничили пропуск беженцев, только ведомение разрешения пересечь границу ждут более 10 тысяч человек. Сегодня люди попытались взять пункт пропуска штурмом. Полиция применила слезоточивый газ. Всего же в Греции сейчас находятся десятки тысяч беженцев, которые не могут продолжить путь по Балканскому маршруту. По данным властей, в ближайшие недели их число превысит 100 тысяч человек. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Зачем Бен Аффлек прятал Мэтта Дэймона под пальто? Об этом и не только. Посмотрите в нашем обзоре. В Мексике неизвестные похитили автомобиль с радиоактивным иридием 192. В шести штатах объявили тревогу. Этот твердый серебристый металл используют в промышленной радиографии. Сколько было иридия в похищенных контейнерах, полиция не сообщает. Но предупреждает, даже кратковременное пребывание рядом с этим металлом может вызвать тяжелые последствия. Шпионский захват в телеэфира. Мэтт Дэймон пробрался на шоу Джимми Киммела под огромным пальто Бена Аффлека. Ведущий передачи и Мэтт Дэймон в шутку враждуют уже несколько лет. Актеру никак не удавалось попасть в эфир популярной передачи. И лишь с помощью своего друга Бена Аффлека он сумел осуществить мечту. Зрителям сразу сообщил. Чувствует себя в гостях превосходно. Достучаться до небес. 90-летняя американка отказалась от химиотерапии ради путешествия по стране. Жительница Мичигана по имени Норма, у которой диагностировали онкологическое заболевание, уже полгода посещает различные уголки США, а также успела покататься на воздушном шаре. Фотоотчеты ее приключений регулярно появляются в соцсети. На страничку Нормы в Фейсбуке подписаны почти 70 тысяч пользователей. В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии «Оскар». О триумфаторах и обделенных наградами нам расскажет Тихон Дзятко. В этом году тот редкий случай, когда на «Оскаре» больше следили не за нарядами звезд, а за лауреатами. Главная интрига – получит Леонардо Ди Каприо долгожданную статуэтку или нет. Актеры до этого номинировали на главную кинонаграду пять раз. Получил статуэтку он лишь с шестой попытки за главную роль в фильме «Выживший». А потому зал так бурно реагировал на слова актрисы Джулианны Мур. «Выживший» – фильм об отношениях человека и окружающей среды. 2015-й был самым жарким в истории. Нашей съемочной группе было нелегко найти место, где есть снег. Климат меняется на глазах, и это самая большая угроза для человечества. Выступление Ди Каприо о необходимости бороться с изменением климата было не единственным политическим в рамках 88-й церемонии вручения премии «Оскар». Мероприятие омрачил скандал. Второй год подряд только белых актеров и актрис номинируют в четырех главных номинациях. Некоторые известные чернокожие и кинодеятели даже бойкотировали премию. И это не обошел вниманием ведущей церемонии – актер и комик Крис Рок. Мы находимся на вручении премии Киноакадемии, более известной как премия для белых людей. Если бы они номинировали еще и ведущих, я бы вообще эту работу не получил. Для Украины одной из самых интересных номинаций была лучший документальный фильм. За победу в ней боролись шесть картин, в том числе фильм о событиях на Майдане «Зима в огне». Однако киноакадемики присудили награду фильму «Эмми» о жизни британской певицы Эмми Уайнхаус. Лидером по числу наград стал фильм «Безумный Макс. Дорога ярости». Он получил шесть статуэток. Выживший получил Оскара не только за главную роль, исполненную Леонардо Ди Каприо, но и за лучшую операторскую работу, а также лучшего режиссера. Что же касается лучшего фильма года, то статуэтку в этой номинации получил фильм в центре внимания о скандальном расследовании бостонских журналистов вокруг сексуальных домогательств в католической церкви. Исполнительницей лучшей женской роли названа актриса Бри Ларсон, сыгравшая главную роль в фильме «Комната». Тихон Зитко, Сергей Еременко. Подробности. Американское бюро телеканала «Юнтер». Вот вы и узнали и самые главные, и самые интересные новости этого дня. Спасибо, что смотрели подробности. Увидимся завтра. Субтитры подогнал «Симон»